История с застройщиками в Махачкале, как, впрочем, и в любом другом городе Дагестана, это сюжет, изобилующий криминальными поворотами и еще бог знает какими ситуациями. О них можно говорить часами. Мы понимаем, что сегодняшним махачкалинским властям досталось тяжелое наследство, что до всего руки не дотягиваются, но терпеть какие-то вещи уже просто невозможно. Вы смотрите проект «Черным по белому» и веду его я, Ума Ибрагимова. За время своей журналистской практики я много раз видела подобное. И каждый раз это истории каких-то конкретных людей, которые иногда просто не знают, куда обратиться. Многоэтажному дому по адресу Булача, 9, грозит обрушение. Во всяком случае, этого опасают своего жители. Дело в том, что рядом с этим зданием, прямо под его окнами, вырыли котлован под строительство еще одного высотного дома. Однако через какое-то время стройку заморозили, а котлован так и не засыпали. Яма так и стояла почти год не огражденной, и только месяц назад ее огородили хрипким забором. К слову сказать, делая котлован, задели канализационную трубу, и яма наполнилась водой. Но самая большая проблема даже не в этом, а в том, что постепенно появились трещины в подъезде и в квартирах у людей. Жители считают, что все дело в котловане, который вырыт без выполнения ряда укрепительных работ. Что им делать и как им быть, они не знают. Граждане обращались в Ленинскую администрацию Махачкалы, но там им сказали, что разрешение на строительство выдавали не они. И все, что теперь они там могут, это просто порекомендовать приостановить строительство. По нашим сведениям, у застройщика есть все необходимые документы для того, чтобы начать возведение дома. Но он пока не торопится. А это значит, что яма так и будет стоять немым укором тому, как все еще обстоят дела с застройкой дагестанской столицы. Ну и еще один нюанс, который интересует абсолютно всех. Выяснилось, разрешение на строительство этого злосчастного дома некому Гетинову выдала администрация Махачкалы еще в 2016 году. Земельный участок площадью 893 квадратных метра теперь принадлежит ему. Ничего криминального в этом нет, но почему придомовая территория вообще продается, для меня так и осталась загадкой. Там ведь вообще никак не были учтены пожелания самих жильцов. К слову сказать, в мэрии города начали этот вопрос выяснять только сейчас. Возможно, им вообще придется отменить разрешение на строительство этого дома. Но сейчас суть даже не в этом, а в том, что посреди жилого двора стоит котлован. И этот котлован наполняется водой, куда сбрасывается мусор, где антисанитария и реальная опасность для бегающих во дворе детей. Делая сюжет про дом на Булача-9 и прослушав многочисленные комментарии, мне так и не сказали, кто может помочь этим людям. И единственное, что им порекомендовали, так это обратиться в мэрию города. Жаль только, что там подобное обращение граждан рассматривают месяцами, а то и годами. Вы смотрели проект «Черным по белому» и вела его я, Ума Ибрагимова. Продолжение следует...